Добрый вечер! В эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азат Жумаханов и сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. Смотрите сегодня. Спокойствие, только спокойствие. Президент Казахстана Касмжом Артокаев выступил с обращением к народу в связи с обострением ситуации с коронавирусом. Акимат уполномочен заявить, в Алматинской области подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19 нет. Ставфон дает гарантии, коронавирус не окажет существенного влияния на цены социально значимых продуктов. Президент страны Касмжом Артокаев выступил сегодня с обращением к народу Казахстана. Не менее 300 миллиардов тенге будет выделено на поддержку отечественных предпринимателей и создание новых рабочих мест, сказал он. Будет увеличено финансирование по госпрограмме «Экономика простых вещей». Клава государства остановился на вопросах экономики и влияния на нее пандемии коронавируса. Касмжом Артокаев подписал указ о мерах по обеспечению стабильности функционирования государства. Этот документ позволит повысить эффективность государственных органов, укрепить вертикаль власти. Указ дает право проводить необходимые закупки медикаментов и других средств в упрощенном порядке, в основном у отечественных производителей. Клава государства отметил, что в стране принимаются все необходимые меры по профилактике вируса COVID-19 и призвал казахстанцев не создавать ажиотаж и сохранять спокойствие. Государство сделает все возможное для здоровья нации, подчеркнул президент. В эти дни большая нагрузка ложится на работников системы здравоохранения. Многое зависит от их профессионализма и человеческого участия. Этот непростой этап в жизни страны наши медики должны пройти с честью и сделать все необходимое для сохранения здоровья казахстанцев. Убежден, что мудрость и высокая гражданская ответственность нашего народа, слаженные действия общества и государства позволят нам преодолеть все трудности. Те, кто распространяют провокационную информацию и пытаются посеять панику, понесут наказание согласно закону. Призываю всех граждан Казахстана сохранять спокойствие, помогать друг другу, беречь себя и близких. Сила духа нашего народа, свойственный нам оптимизм и позитивные отношения к жизни сегодня особенно важны. По сообщению Минздрава, к этому часу в Казахстане официально зарегистрировано 9 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 7 фактов в городе Алматы и 2 в Нур-Султане. На стационарном карантине находится 1641 человек. В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача, пациенты госпитализированы в инфекционный стационар согласно алгоритму. Все необходимые противоэпидемические меры принимаются, в том числе изоляция, лечение и дезинфекционные мероприятия. Ситуация остается под пристальным вниманием правительства. Не стоит создавать ажиотаж, говорят представители Министерства здравоохранения. Мы рекомендуем нашим гражданам, прежде всего, не паниковать. Инфекция, разумеется, распространяться может достаточно быстро, но на данный момент эпидемические цепочки установлены и многие из них приостановлены. То есть мы продолжаем эту работу, но меры предосторожности абсолютно не лишние. Свыше 168 тысяч заболевших, более 6,5 тысяч умерших. Такова статистика в мире. Коронавирус продолжает свое стремительное наступление и заставляет страны изолировать целые регионы и закрывать помимо ресторанов, музеев, даже национальные границы. Сегодня Европа – центр пандемии, заявляют во Всемирной организации здравоохранения. Всего же случаи заражения зафиксированы более чем в 140 государствах. Наибольшее количество смертей за последние сутки зафиксировано в Италии, Иране и Испании. Есть и хорошие новости – 76 тысяч с половиной человек выздоровели. А в Китае, откуда с начала декабря коронавирус и начал распространяться по всему миру, пандемия идет на спад. За последние сутки здесь всего 25 новых случаев. В Алматинской области у троих граждан было подозрение на коронавирус. Эксперты проверили, результаты оказались отрицательными. Об этом рассказал руководитель управления здравоохранения Алматинской области Бауржан Скак на брифинге с журналистами. Меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Алматинской области начаты еще два месяца назад. Подготовлены уже 550 коек в инфекционных больницах и отделениях. Из них 237 детских и 313 взрослых, отметил главный врач Алматинской области. И вот, когда в стране подтвердились первые случаи, медики области сразу же перешли на особый режим работы. На сегодняшний день у нас в инфекционном отделении находится трое пациентов, которые прибыли, скажем, с зарубежья, находились на нашей территории и обратились с жалобами на повышение, незначительное повышение температуры. Действуя по алгоритму, мы обязаны были их госпитализировать. Что и было сделано, были взяты все анализы, также анализ на вирусологию. Эти анализы на сегодняшний день коронавирусную инфекцию не подтвердило. То есть по Алматинской области людей, заболевших коронавирусом, нет. Есть пациенты, которые были в контакте. Это не больные люди, это здоровые люди, но они все находятся под контролем. Почему? Потому что на сегодняшний день у нас есть полная база с фамилией, имя, отчество, год рождения, адрес, телефон. Мы их всех обзваниваем и держим ситуацию под контролем. Многие жители говорят о нехватке медицинских масок. Чтобы обеспечить все население данным товаром, завод Дольче Фарм по выпуску масок увеличил мощность в два раза. В резерве у них есть полтора миллиона продукции. Также талткурганская фирма «Ажар» и предприятие в селе Заречины работает над производством и выпуском масок. Поэтому уже в ближайшее время проблема дефицита найдет свое решение, заверили представители руководства области. Жителям не нужно поддаваться панике и держать себя в курсе событий только на основе информации от официальных лиц. Добавим, с тремя пациентами, у которых было подозрение на COVID-19, тесно контактировали 9 пациентов, которые находятся в провизорном отделении. Тоже они взяты под наблюдение. А все остальные, которые взяты на домашний карантин, то есть обзон. Этот круг, конечно, очень большой, но каждый пациент по районам разделен, по месту жительства. Есть участковые наши терапевты, они все докладывают первым руководителям, и это все полностью стекается в управлении здравоохранения. Наши сотрудники ежедневно работают до глубокой ночи, то есть в онлайн-режиме, то есть это весь свод обрабатывается. Работа ведется почти круглосуточно. При появлении симптомов коронавирусной инфекции специалисты рекомендуют сразу звонить по номеру 1406, либо в 103, который перенаправит звонок к консультантам. Идти в лечебные учреждения не надо. При необходимости медработники приедут к вам сами, отмечает руководитель ведомства. Инкубационный период заболевания в 14 дней и выявление нескольких фактов заболевания коронавирусной инфекции породили вполне логичные вопросы населения. Где и как можно пройти лабораторное обследование, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие вируса в организме. Многие беспокоятся, что не зная, здоров человек или заражен, люди вступают друг с другом в контакт, что может повлечь дальнейшее распространение. Однако, как выяснила наша съемочная группа, просто пойти и провериться в поликлинике на предмет заражения коронавирусной инфекцией невозможно. В случае, если есть клинические симптомы – повышение температуры, головная боль, кашель, диарея, общее недомогание – необходимо вызвать врача на дом и сообщить о симптомах и подозрениях. Ходить куда-либо в таком случае не рекомендуется. Выявить коронавирусную инфекцию невозможно. Выявляется только тяжелый случай, если это идет пневмония, с дыхательной недостаточностью. Если мы из-за анамнеза выясняем, что он контактировал или с за рубежом, или с приезжими из-за рубежа, то, конечно, мы подозреваем. Рекомендации медицинских работников – воздержаться от посещения многолюдных мест, похода в гости. Талдыкурганцы и гости города отнеслись к этому с пониманием. Нет особого наплыва людей и в самой поликлинике. А поскольку болезнь все же легче предупредить, чем лечить, то необходимо соблюдать несложные правила, говорят врачи. Необходимо соблюдать личную гигиену. При кашле и чихании носить одноразовые медицинские маски. Надевать их также в общественных местах. Чаще мыть руки и проводить влажную уборку помещений дезинфицирующими средствами. Не забывать проветривать комнаты. Хотя специалисты все же считают, что проверить наличие симптомов пневмонии можно. Нужно набрать полные легкие воздуха, задержать дыхание на 10 секунд. И если возникает стеснение в груди или кашель, лучше обратиться к врачу. Евгения Присяжина, Ержан Дуйсен, Телеканал ЖТСУ. Медучреждения, правоохранительные органы, санитарные врачи Алматинской области переведены на усиленный режим работы. Максимально расклеены листовки и ведется электронное оповещение населения о мерах профилактики коронавируса. Коронавирус не окажет существенного влияния на цены социально значимых продуктов в Алматинской области. Избежать завышения и дефицита продуктов поможет региональный стабилизационный фонд, напоминают представители СПК ЖТСУ. В настоящее время в запасе фонда имеется порядка 2500 тонн продукции. Это мука, сахар, масло, макароны и овощи. Также с целью удержания цен государство всячески помогает товаропроизводителям ЖТСУ. Как известно ранее, более чем с 50 пекарнями Алматинской области заключены агентские соглашения. За договоренности производители хлебобулочных изделий получают муку по заниженным ценам. Им было поставлено муки по 90 тенге за 1 килограмм, что позволяет им выпекать формовой хлеб на сумму не более 85 тенге за одну булку. В принципе, в настоящее время пекарням области откружено порядка 4000 тонн муки. Перебоев реализации социально значимых товаров нет. Товар имеется в достаточном количестве и оснований для беспокойства нет. Созданная по поручению Акима области специальная мониторинговая группа постоянно проводит рейдовую проверку складов социально значимой продукции. На сегодняшний день в резерве стабилизационного фонда региона имеется 600 тонн местного свекловичного сахара, 20 тонн уштобинского риса, 50 тонн шималганской муки. Склады постоянно пополняются, а социально значимые продукты отправляются стабилизационным фондом на прилавки торговых точек и коммунального рынка, где осуществляется реализация под бдительным ценовым контролем. На сегодняшний день в Алматинской области ситуация на продовольственном рынке стабильна, есть запасы продовольствия, особенно нами отстеживаются 19 социально значимых товаров. Кроме этого, мы провели все склады, введем переговоры с оптовыми реализаторами, сетью крупных супермаркетов, продукты в достаточном объеме есть. Помимо этого, все студенты СУЗов и ВУЗов переведены в режим онлайн-обучения. Конюкулы для школьников уже начались и продлятся до 5 апреля. Введен запрет экскурсий для школьников за пределы регионов. Изменения коснулись и воздушных перелетов. Аэростан ограничивает полеты на период действия режима чрезвычайного положения. Под запретом оказались все международные рейсы. Но граждане Казахстана, которые находятся за рубежом, смогут вернуться домой. Авиакомпания пообещала связаться со всеми пассажирами, чьи рейсы будут приостановлены. Также изменению подвергнется расписание авиакомпании «СКАД». Руководство перевозчика сообщило, что ведется работа по созданию плана действий в отношении казахстанцев, находящихся в данный момент за пределами страны, а также пассажиров международных рейсов, которые запланировали свои полеты в срок действия ограничений. В связи с введением чрезвычайного положения в кулуарах Мажилиса журналисты спросили вице-министра национальной экономики о возможной отстрочке по кредитам для казахстанцев и помощи малому-среднему бизнесу. В связи с чрезвычайным положением. Правительство работает над дополнительными мерами поддержки МСБ, как уже поручил президент. В скором времени вы узнаете, какие меры будут предложены в этой ситуации. Сейчас они отрабатываются, сказал Раслан Мадиев. Он также высказался об идее предоставления казахстанцам кредитных каникул. Ряд мер рассматриваются, чтобы облегчить данную сложившуюся ситуацию, ответил он. Также вице-министр не смог назвать ущерб казахстанской экономике из-за пандемии коронавируса. По его словам, ведутся расчеты и разрабатываются соответствующие меры. Елена Мадрамбеков при поддержке телерадиокомплекса президента. Телеканал ЖИТСУ. Столичные врачи работают в усиленном режиме, передает корреспондент Хабар-24. В городском многопрофильном центре остаются пациенты, прибывшие из эпидемиологически неблагополучных стран. Они находятся там на карантине. Что происходит в стенах больницы и в каких условиях живут люди? Врачи сами сняли происходящее на мобильную камеру. Как рассказывают медики, в больницу прибыли 13 пассажиров из Италии. Также здесь на карантине содержатся казахстанцы, прибывшие из Южной Кореи. Есть и несколько граждан Китая. Все они в полной изоляции. В палатах находится один, максимум два человека. Чтобы провести плановый осмотр, врачи предпринимают максимальную осторожность. Инфекционное отделение переоборудовано для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность. На стенах помимо антисептиков для обработки рук установлены рециркуляторы. Они очищают и обеззараживают воздух. Павлодарский производитель дезинфицирующих средств на фоне возросшего спроса на антисептики наращивает объемы, передает корреспондент Хабар-24. Одновременно предприятие уходит от сырьевой зависимости. Совместно с Казахстанским фондом науки предприятие разработало инновационную технологию. С ее помощью на заводе будут выпускать основное сырье. Продукция предприятий сейчас как никогда в спросе. По всей линейке увеличены объемы производства. Здесь выпускают более 25 наименований дезинфицирующих средств. В повышенном спросе концентраты и таблетированные формы. Мавзолей Ходжа Ахмеда Ясауи закрыли для туристов. Такие меры пришлось предпринять из-за угрозы распространения коронавируса. Сейчас на территории музея дежурит только охрана. Несмотря на введенный в стране режим чрезвычайного положения, с раннего утра к памятнику истории стягиваются десятки гостей. Но все они вынуждены возвращаться обратно. Как долго памятник истории будет закрыт, пока неизвестно. Отметим, что с сегодняшнего дня для посещения закрыли и другие туристические объекты Туркестанской области. В их числе мавзолеар Стамбаб и древнее городище Отрар. В борьбе с вирусом все способы хороши. Под древней традицией кочевников дезинфицирующим методом и очищением от негативной энергии считается обкуривание жилища дымом, гармалы обыкновенные. В народе больше известны как адраспан. Несмотря на современные методы, еще немало приверженцев народных традиций. Все дело в том, что растение ядовито и в небольших количествах или при тлении вызывает антиспатический эффект. Именно сейчас на фоне пандемии коронавируса на рынках возрос спрос на гармалу обыкновенную. По словам торговцев областного центра, особого ажиотажа нет. Однако в последнее время количество покупателей возросло в разы. Приток клиентов не повод для наживы. Поэтому повышать цены мы не будем, говорят продавцы. Один пучок мы продаем по 250 тенге. Это самая оптимальная цена. Поэтому подымать стоимость мы не будем. К нам приезжают люди из близлежащих населенных пунктов. Очень хорошо берут. Товара достаточно. Приходите, покупайте. Надеюсь, эта лечебная трава пойдет всем на пользу и убережет от болезней. Адраспан очень хороший антисептик. Я верю, что данное растение помогает от болезней. Не раз мы его использовали, и всегда он оказывал действенный эффект. Никаких химикатов, все только натуральное. Да и к тому же по цене приемлемо, чем покупать разные таблетки. Жертвой взрыва стал человек. В Капшигае в пункте приема металла неожиданно прогремел взрыв. В результате погиб человек. Жертвой стал гражданин республики Бакиров Музафар Ильясович, 1996 года рождения. На месте происшествия он работал приемщиком металла. Инцидент произошел 14 марта около 13 часов 30 минут. По информации, взрыв произошел в результате детонации одного неуправляемого авиационного снаряда, находящегося среди сдаваемого металла. С датчиков опасного материала уже установили. На месте работает следственно-оперативная группа. Месячный запрет на полеты из Европы в США оказался для авиакомпаний довольно неожиданным. Эту меру в Евросоюзе назвали непропорциональной. Но в целом шаг Вашингтона укладывается в картину происходящего. Удар серьезный, но уже далеко не единственный. Акции европейских перевозчиков уже упали от 5 до 15%. Самые большие потери у Лоу Кастера – Норвегиан Эйр Шаттл – более 20. Некоторые компании, например, Испанская Эйр Европа, объявила о планах сокращения рабочих мест из-за тяжелой финансовой ситуации. Гражданская война Сирии вступает в свой десятый год. Когда 15 марта 2011 года противники Башара Асада вышли на улицы, они едва ли могли представить, что их протесты обернутся сложным военным конфликтом, в который будут вовлечены армия, повстанцы, джихадисты и внешние силы. Сотни тысяч людей погибли, миллионы стали беженцами. Ситуация в отдельных районах продолжает ухудшаться. Положение может осложнить и угроза коронавируса. Несмотря на то, что сирийские власти заявляют, что в стране нет подтвержденных случаев заражения, правительство объявило о серии мер предосторожности. Мощный циклон в Египте обернулся потоплениями, сильными грозами и песчаными бурями. Жертвами стихии стали по меньшей мере пять человек. Власти закрыли все школы и государственные учреждения до конца недели. Жителям рекомендовали не выходить из дома. Закрыты Международный аэропорт Луксора, а также порты Александрии, Шарм-эль-Шейха и Хургады. В Алматинской области началась весенняя пассивная кампания. Температура почвы на глубине сева достигла достаточных значений. Хозяйство Кирблакского района одними из первых в регионе начали сельскохозяйственные работы. На полях побывали наши корреспонденты. На инновационные методы выращивания урожаев переходит аграрий Алматинской области. В прошлом году выращена продукция на сумму около 400 миллиардов тенге. В этом году эта цифра увеличится, заверяют специалисты. Работа в этом плане уже начата. На уходящей неделе в регионе стартовала весенняя пассивная кампания. В текущем году приоритетным культурам мы будем относить кукурузу на зерну. Ее площадь будет составлять более 83 тысячи гектаров. Естественно, приоритетная культура наша сахарная стекла. В этом году пассивная площадь будет составлять 16 тысяч 100 гектаров, что в сравнении с прошлым годом на более 2 тысячи гектаров будет больше. Но особое внимание уделено развитию кормовых культур, овощных культур и бахчевых культур. Крестьянское хозяйство Казалшока Керблакского района специализируется на зерновых. В активе у Алдана Бикиева 6 тысяч гектаров земель. Задача современных земледельцев повышать продуктивность площадей. С этой целью на новый сезон он закупил семена. Результат – последних изысканий НИИ, Казахстана и соседней России. Соответственно, ожидает богатого урожая. Сейчас я обеспечиваю работы 52 человека. Все они местные жители. В будущем планирую не только увеличить пассивные площади до 10-12 тысяч гектаров, но и сеять только высокопродуктивные сорта зерновых. Это позволит открыть дополнительные рабочие места. Вся необходимая техника и ресурсы у нас имеются. Государство оказывает нам колоссальную поддержку. В этом году пассивные площади в Алматинской области составят 996 тысяч гектаров. Основной упор, как и годом ранее, делается на сахарную свеклу. В этом году планируется собрать более 600 тысяч тонн урожая. Это на 80 тысяч больше по сравнению с прошлогодним показателем. В минувшие выходные в Талдокургане прошел областной турнир по волейболу среди работников СМИ. Он посвящен памяти известного журналиста из Алматинской области Турсунбека Айтбека. Подробности в следующем сюжете. Турсунбек Айтбек более 40 лет своей жизни посвятил журналистике. Еще в 70-е годы прошлого века начинал на радио, а затем был корреспондентом областного телерадиокомитета, а позднее телекомпания «Жируик». На телеканале ЖТСУ работал с момента его основания. Своими работами журналист освещал жизнь в сельском хозяйстве и экономике. И вот уже третий год, как его не стало. Ну, когда в трудные 90-е годы, он оставался в старом здании, сами за это все прекрасно знаете, и ходил туда как день, как на работу. Он охранял вот эти все архивы, вот это все. Благодаря ему много чего сохранилось, которое могло быть уничтожено. И я из бесед с ним, я знаю, что последнее интервью у Димаша Ахмедовича Кунаева брал мой дядя Турсунбек Айтбекова. Команды демонстрировали поистине сильную конкуренцию, и ни один коллектив не остался ровнодушным к игре. Как говорится, выложились. Красивые матчи, подача, розыгрыш, прием. Отличилась команда СМИ, в состав которой вошли областные газеты и республиканский телеканал «Хабар-24». Они и стали обладателями пальмы первенства. Мы сегодня выиграли, стали чемпионами. Игры проходили на высшем уровне. Все команды показали очень хороший уровень подготовки, но мы справились. Второе место завоевала команда журналистов телеканала ЖТСУ. И третье досталось команде видеооператоров регионального телевидения. Тройку лидеров наградили ценными призами и денежными подарками. Стоит отметить, соревнования проходят уже третий год подряд. Традицию проведения турнира в памяти коллеги и сотрудники СМИ намерены продолжить и далее. Алексей Цуя, Эйдос Калиев, телеканал ЖТСУ, Тадо Круган. Такой оказалась информационная картина уходящего дня. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин